ребятушки здорово всем привет значит это видео такое она болевшим о том что должна женщина в отношениях что вообще должна женщина о предназначении женщины хотя для нас это странный вопрос но сейчас перейдем ко всему по порядку значит смотрите вопрос сам я еще продублирую здесь в комментариях чтобы вы могли с ним ознакомиться прочитаю коротко доброго времени суток благодарю за вашу работу за то что делитесь бесценным опытом у меня достаточно важный для меня вопрос он касается женской роли женской отдачи может даже женского предназначения у меня со временем и опытом вырисовывается все более четкая роль мужчины в отношениях да и в целом роль мужчина для женщины но не могу понять кристально чисто в чем роль женщины для мужчины кроме обнимавших целовашек секса проявления страсти нежности ласки может где-то поддержки физической психологической эмоциональной я отдаю ей помимо своего внимания и чувство тотальной безопасности беру определенную часть решения ее проблем может и всех на определенное время в случае подавленности на фоне смены работы ссоры с родными проблем со здоровьем беременность в будущем если речь идет о моей женщине финансовые обеспечиваю и так далее по нарастающей но что взамен должна отдавать и к чему природно предрасположена что естественно для нее в чем ключевая особенность женщины для мужчины как допустим для меня естественно дать ей чувство стопроцентной защиты безопасности и заботы делая вопрос еще более конкретным приведу примитивный но на мой взгляд раскрывающий полностью суть моего вопроса пример секс процесс где я даю свой член она мне свою вагину то есть то что друг у друга никогда не было и не будет и это делает наш союз полноценнее исходя из примитивности данного примера так как мне при приятно отдать ей то чем я наделен от природы и от чего она тоже кайфует и она мне дает то что ей присуще делая меня более удовлетворенным мужчиной только какие-то качественные боя на более высоком уровне если убрать базовые потребности или все же это зависит от введения и отношения себя каждой конкретной девушки и то к чему предрасположена одна другая об этом даже не задумывается очень важный для меня вопрос приму любую конструктивную критику благодарю за внимание напоминаю вопрос будет продублировать значит но для нас это в чем-то странный вопрос потому что почему-то у нас мы с вами на этом немножко пообщались не у него не у меня даже не возникло вопроса ну четко для тебя понимаем для чего нужна женщина да то есть вы не поверите но есть очень большое количество людей у которых это вообще не вопрос ну то есть нет вопроса как бы это то же самое что для чего нужна еда ну ты просто идешь и ешь к для нас это выглядит так почему мы решили именно это видео снять потому что почему-то этот вопрос стал все чаще чаще задаваться все больше людей и он волнует да и причем даже создаются целые каналы целые какие-то там сообщества этих людей но у них есть как я уже сказал момент того что они почему-то транслируют через какую-то обиду что как они вообще охренели эти женщины и ключевое что мне непонятно в их творчестве делать то что то есть вот об этом они не говорят так вот откуда это может взяться в голове этих людей там для меня это ситуация вот такие ситуации возникают но лично для меня в двух случаях первое если в семье у данного человека кто задает себе такой вопрос происходил какой-то кошмар кошмар в плане там родители очень часто ссорились ругались то есть или отец старался ра он видит что отец работает пытается заработать максимально помочь семье а со стороны женщины он этого не видел то есть она вроде не работает поддержки и никакого домашнего уюта никакой эмоциональной поддержки наоборот наверное только вынос мозга и так далее ну да и второй вот сейчас и тут возникает вопрос как бы и это уже на уровне бессознания у тебя так картина отношений выглядит так ты такой думаешь блин а я так хочу как вспомню как там они ругались да каждый день как мама ему носил москву не не хочу тогда спрашивать а нахера мне то есть вот вот это первая возможная причина что не было примера нормальных отношений в твоей семье 2 и второй вариант у человека есть это понимание для чего нужна женщина но он не нашел подтверждение он взаимодействовал с какими-то там женщинами и по итогу он понимал что они не хотят или не могут соответствовать тому что он хочет то есть там где-то ему также выносит мозг он он-то зная себя я максимально стараюсь я там работаю чтобы максимально комфортно было моей семье но он не видит ответного съезд данность если короткая те женщины с которыми тебе довелось общаться раньше они не соответствовали ну никаким твоим каким-то представлением о том что как должно быть вот для меня даже больше здесь вопрос не то человек не знает предназначение я думаю что все-таки крайне сомнительно чтобы человек не понимал этого ну крайне сомнительно для меня даже если он рост там неполной семье или даже в семье что-то происходило бывает ну да это очень маленький процент возможно кто не понимать чаще всего я думаю все-таки человек имея определенное понимание для чего она нужна, эта женщина, да, то есть ее роль в семье, ее обязанности в семье, но он не видит со стороны женщины этого, то есть он не может, ни одна женщина не хочет соответствовать этому, или не может соответствовать. Ни одна женщина из тех, которых он смог к себе притянуть, а учитывая то, что у большинства из вас полностью отсутствует хоть какой-то выбор, и женщины появляются в жизни многих мужчин, большинства мужчин, каким-то совершенно случайным, спонтанным образом, а не потому, что он увидел, ему понравилось, он подошел, познакомился, у него нет выбора. Поэтому он вынужден как бы удовольствоваться теми, которые приплыли по течению, а там зачастую как раз женщины, скажем, не самые востребованные с точки зрения характера. И этот выбор ты сможешь, кстати, создать себе на тренинге практика, 30 сентября стартуем, следующий поток, бронь-место здесь. Так вот, я единственный, прежде чем мы скажем с Тиграном наше видение, для чего женщина, как мы думаем, хотя мы даже и не думали до этого об этом вопросе, просто жили с этим и жили. Конечно, бывают какие-то психологические отклонения, но это единичные случаи, когда у человека неразвиты чувства, когда некая проблема с чувствами, то есть ты все это получаешь, да, там и заботу, и поддержку, и ласку, как тут написал, то есть и все прочее, но у тебя как бы, не знаю, ты как будто бы это, не чувствуешь от этого какого-то кайфа, ты не наслаждаешься этим, ты не напитываешься этой энергией, понимаешь, вот, ну как бы, ну это крайний случай, я думаю, что... Я вспомнил Севу сейчас. Да, я тоже вспомнил Севу, да. Сева, если ты смотришь этот видос, Тебе привет. Да, мы с тобой, короче, пиши, звони. Так вот, и в продолжении я бы хотел бы сравнить это, вот когда человек не знает предназначение женщины, а предназначение, допустим, ребенка. Ну, допустим, человек хочет детей, если он действительно этого хочет. Задумайся, а какое предназначение у детей? А предназначение у пуделя, если он хочет собаку завести. Там, или собаку завести. Какое предназначение у собаки? Это все про любовь, ребята, да. Кроме как там погавкать, что она мне еще может дать? Она мне... Я за ней должен ухаживать, убирать там за ней, кормить, кормить, что она там гадит везде, воня от нее, ну или еще что-то. А какое предназначение? Зачем собака тогда нужна? То есть, в принципе, это соизмеримое... Мне, скорее всего, она ответит, она меня радует. Так а чем она тебя радует, если она насрала вон в углу, я не понимаю. То есть, или если тебе надо в 6 утра до работы встать и выголить ее. То есть, чем она тебя радует? Может быть, не лучшее сравнение между женщиной и собакой? Так нет, смысл примерно тот же передается. То есть, вы ищете какую-то выгоду оттуда. Я все-таки, общаясь с людьми, нередко обращаю внимание на то, что то, что они хотят от людей, конкретно от женщины, увидеть, и не видят этого, да, женщины, будем откровенны, сейчас не все, мягко говоря, соответствуют тому образу. Ну, они подохерели, да, это мягко говоря. Это уж скрывать, чувствовать. Очень многое из них. Да, и ключевое, лично для меня, отсутствует абсолютно преданность семье. Ну, то есть, для меня это очень важный показатель, когда человек, я как мужчина, максимально стараюсь своей семье сделать хорошо, и когда женщина это тоже старается. То есть, это совместный такой союз, когда каждый пытается сделать кому-то хорошее, приятное, чтобы где-то во вред себе даже, когда человек, главное, чтобы ему было хорошо или ей было хорошо. То есть, от этого ты видишь такое предназначение себя. А если мы касаемо, когда люди задают вопрос, что я не знаю предназначение женщины, я думаю, что чаще всего они обманывают себя, потому что они знают предназначение, но они сомневаются. Те женщины, которые были у тебя, они этого не выдавали по определенному ряду причин. И ты подумал, что это, типа, ну, некий миф, как бы вроде говорят о каком-то предназначении, но реальность разбивает это все о скалы какого-то реальности. Да, это такое, бля, так это такого и не бывает, это придумано. То есть, это то ты начинаешь считать мифом, а текущее не соответствует этому мифу. И для многих, да, семья это особенно, я абсолютно со многими из вас согласен, что девушки, женщины сейчас стали воспринимать, семья это какая-то развлекуха. То есть, должны быть какие-то каждодневные фейерверки, салюты. И если вдруг случилась какая-то проблема, даже не касаемо их внутри семьи, а просто какая-то ситуация, финансовая, неважно, что бы ни было, какая-то кратковременная проблема. Все, ты зачем его терпишь? Уходи, ты найдешь более достойного. То есть, вот такое есть. Я, безусловно, согласен с вами. Но нельзя отступать от своего. Вот если у вас есть четкое понимание, женщина должна то-то, 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 не то, что должна. Вы из себя требуете жить. Да, вы же из себя требуете, когда вы нам находите, вы видите, вы хотите помочь там своим детям, своим близким, жене, не знаю, родственникам, друзьям. Вы хотите так. Но если этого нету взамен, так же и к вам хотят, ну зачем тогда вам такие друзья, такая жена? Ну это же вам не надо. И понятно, не каждая будет соответствовать, не каждый друг будет этому соответствовать. Поэтому мы опять же возвращаемся к вопросу выбора. Итак, в нашем понимании, что должна, то есть, как сказать, должна, слово такое, что мы можем получить от женщины? Тигран, давай ты начнешь. Да, слово должна мы здесь уберем. То есть, для меня это в приоритете, чтобы человек был предан своей семье, чтобы человек хотел заботиться о своей семье, о своих детях прежде всего. Потому что, если из нее не получится хорошая мать, ну как бы, зачем мне такая женщина? Потому что дети для меня, это очень важно. И если она этому не соответствует, если она мне не хочет как-то помочь в чем-то, сделать так, чтобы мне было хорошо. Да, чтобы тебя облегчить жизнь, типа чем-то. Потому что она видит с моей стороны. Я стараюсь. Потому что я предваряю их вопрос, он будет такой, скорее всего, что понятно, что жена. А как мне понять на начальной стадии, что в ней это есть или нет? Ну так по отношению к вам. Смотрите, как она реагирует на детей мимо проходящих. Да, то есть, типа, ой, там плачет, что случилось? Ну, то есть, это же все можно увидеть. А когда, фу, ненавижу, когда дети плачут, вот это все. Ну, то есть, вы должны для себя понимать, если она так отзывается о детях, скорее всего, она и ваших детей будет. Да, она и о тебе самому будет так отзываться и все прочее. Ну, здесь именно... Либо, когда она, например, идет и как-то с ненавистью отзывается о каких-то проходящих людях. О, там тварь, сучка, проехала, насосала. То есть, если ты думаешь, что вот это она к ним так, то есть, а ко мне так не будет, это все фигня. Понимаешь? Просто потому, что вы с ней мало знакомы. Как только ты станешь для нее уже привычным и обыденным, эта херня польется и в твою сторону. Там очень много нюансов, тигр. И в целом... А, ну мы если продолжение в моем, да, понимании. Женщина, это прежде всего домашний уют. Ну, лично для меня это так. Когда я, как мужчина, иду, там, пытаюсь максимально, там, заработать деньги, решать какие-то вопросы, я прихожу домой, я хочу, чтобы я пришел спокойно, чтобы меня встретили, меня накормили, напоили, спать уложили, не знаю. Это, конечно же, помимо вот этих там базовых потребностей секс, не секс. Ну, мы сейчас вообще об этом не говорим. Да, то есть, мне нужен человек, который обо мне заботится так же, как и я о нем. Если этого нет, если этого нет, я с таким человеком сразу же не буду. Значит, проблема, да, что эти люди ждут, когда она первая начнет заботиться. В этом ваша ошибка. То есть, не надо ждать. Типа, вот она начнет обо мне заботиться. Тогда и я буду, да? Тогда и я. Наоборот, ребят, начните вы заботиться. Вы от этого много не потеряете. Проявлять какую-то заботу. И если вы видите, что есть отдача, она начинает потихоньку туда тоже раскрываться. Это супер, это круто. Но если этой отдачи нет, первый раз, второй раз, третий раз, тогда, наверное, делайте вывод. Как сейчас модно говорить, вкладываться. Да, эмоциональный климат в семье так называемый. То, что там Тигран говорит про заботу, уют. Есть еще эмоциональный климат. Когда ты приходишь, тебе дают отдыхать. То есть, тебе не выносят мозг. Тебя, наоборот, поддерживают. Где-то, где надо, она молчит, чтобы тебя лишний раз, но она уже должна тебя со временем изучить. Где не надо, она там не говорит. Где надо, она говорит. То есть, это умение сострадать и сорадоваться. Да, то есть, в чем отдых-то для мужчин? То есть, глобально женщина дает мужчине отдых. Вот, ну, помимо остальных прочих вещей. То есть, помимо детей, там, потомства. То есть, отдых в том, что ты приходишь и физически, морально, психологически, эмоционально тебе комфортно рядом с этим человеком. Если вам, как понять, комфортно или нет, если вам некомфортно, вы это поймете. Ну, человек, да, сразу понимает. не почувствовать или не понять, да. Или нравится, или не нравится. И здесь я в завершении что хотел бы сказать. Ни в коем случае не ведитесь там, на женщину, в плане, не слушайте их. Вы слушайте, прежде всего, себя. Это мы сейчас на примере озвучили какие-то наши видения, наши желания, чтобы было со стороны женщин. У каждого, в принципе, оно свое. Там, кто-то так хочет, кто-то так хочет, но ключевое, если вы этого хотите, от этого отступать нельзя. Если конкретная женщина не может или не готова вам этого дать, не надо делать то, как она хочет. Потому что, по итогу, вы сами разочаруетесь в ней. Рано или поздно. Или вы вынуждены будете всю жизнь там, на ее поводу, там, как собачка привязанная ходить, она вам будет говорить, что надо, а что не надо. Зачем вам это? Ни в коем случае от своего не отступайте. Выдержите курс свой. Главное, чтобы это было, естественно, адекватное желание. Это здесь даже не потребность, а именно желание. Я хочу, чтобы было вот так. Не хочешь ты этому соответствовать? До свидания. Значит, другая будет этому соответствовать. Ну, для этого надо, как минимум, не бояться потерять то, что вас не устраивает. И, кстати, тогда у вас есть шанс найти то, что вам нравится. А вы за это цепляетесь. Многие пытаются изменить неизменяемое. Не надо. Вы попробовали один раз. Не хочет человек так. Все. Всю жизнь нет, они как бараны оборот. Бьются, бьются, а может быть, а все-таки одумаются. Не одумаются. А потом уже привычка, какие-то общие все-таки позитивные моменты, вот эта рутина, и вам все сложнее и сложнее с этой женщиной прервать какие-то отношения. Итак, ребятушки, 30 сентября практика в Москве, 12 сентября сердечно запрошаем на тренинг в Минске, однодневный практический тренинг, ссылки там под видео. Пишите комменты, пишите вопросы, такие вот интересные, как у этого человека. Все, увидимся. До новых встреч, пока. Пока. Пока.